Каким образом будет формироваться структура капитала, таково будет соотношение собственных и заемных средств, это понять, каким образом изменятся ключевые показатели деятельности компании, в случае, если у нас реализуется тот или иной сценарий. К сожалению, это невозможно. И такие ситуации необходимо учитывать. Когда мы прописываем модель проекта, мы что говорим, что есть? Цель наша построить некое, например, здание. Для этой цели у нас что появится? У нас появится некий актив в конце. Он появится через N месяца курилет. Для того, чтобы нам это сделать, в первом месяце нам надо потратиться на услуги неких консалтинг. Соответственно, у нас растет расходы наши на офису подрядчика. Точно так же у нас растут расходы денежные. Следующие у нас растут, когда мы это все сделали, в следующий период у нас растет стройка. Появляются некие материалы, которые мы должны в эту стройку списывать. Начинает появляться некий нематериальный актив. Точно так же идет гарантию финансирования, которое в проекте прописано. И это наши деньги в минус. Так как только мы этот проект дали, мы можем его описывать, естественно, дальше доходу. Как мы, например, это помещение сдаем в аренду или продаем. Как у нас приходят эти деньги. Вот так все-таки появляются эры. Ну, то есть вот такая модель, она высокоурованная. До конкретной задачи не доходит. Но этапы проектные, их результаты, как они влияют на баланс компании. Вот это все здесь. И чем все это в рамках жизненного цикла данных документов. То есть от создания до использования и потом хранения в ходе эксплуатации. Академия IT. Пройди обучение. Добейся успеха.